Привет, фотики! Очередное включение из далекой страны за океаном. Да, сегодня красивые виды тоже не получилось, потому что на улице холодно и снимать там очень неинтересно. Хотя вот к вечеру выпало солнце и там видно какие-то здания, которых много, а сзади одинаковых стоят. В общем, сегодня я только написал в описании текста, в описании видео, а с еще парой вопросов, которые мне очень важны. Во-первых, про деньги еще немножко. Я в прошлый раз говорил о том, что акселераторы дают деньги. И в принципе на эти деньги можно и нужно ехать сюда и, собственно, делать тут дело. Вот. Одна из загвоздка заключается в том, что деньги вы эти можете получить на свой расчетный счет в Америке, который открывается на компанию, которая зарегистрирована в Америке. А зарегистрированные компании в Америке, ну, собственно, а если пока вы их не получили, вот, эту регистрацию и счет не открыли, то деньги эти получить не можете. Поэтому первое время надо понимать, я объясню потом почему, первое время вы будете жить на свои. Потому что деньги к вам придут, в лучшем случае, через пару недель после того, как вы приехали в Америку. Я объясню почему. Тут есть две-два вопроса. Первый – это регистрация компании в Штатах. Очень простая процедура. Крайне простая, намного проще, чем у нас. И открытие счета в банке, на который, собственно, придут деньги. От инвесторов, от акселератора или потом от ваших клиентов. И открыть компанию очень легко. Есть куча сервисов, которые позволяют это сделать. Типа на веб-сайте заполняйте формочку про себя, про своих партнеров, которые ваши, по-моему, входят в акционерный капитал. Вот. Нажимаете кнопочку, платите там от 200 до 400 долларов, в зависимости от того, в каком штате вы регистрируете компанию. Вот. Проходит несколько дней, вам задают еще пару вопросов по почте, и компания зарегистрирована. Плюс еще какое-то количество денег занимает получение американского ИНН, который, если все хорошо и не шатдауна, вы можете получить в течение пары дней буквально. Если есть шатдаун, вот некоторые у нас в Стрелях, которые регистрировали компанию в конце декабря, они до сих пор не получили свой этот номер. Вот. Хотя шатдаун уже давно кончился. Мы регистрировались в конце января, и регистрация прошла за несколько дней, и номером получили только через несколько дней. Вот. В 99% случаев вас попросят зарегистрировать компанию в штате Белавер. Он известен тем, что там есть удобная для, короче, для ведения бизнеса, особенно стартаперского, форма налогообложения. То есть там какие-то многие платятся, какие-то не платятся. Вот. Но, в общем, по статистике 50% американских корпораций зарегистрированы в этом прекрасном штате. Вот. Так что вы сможете стать еще одной компанией в этом штате, кто зарегистрировался. Вот. Если очень не хочется возиться с формами, вы, кажется, всегда можете заказать регистрацию в компании у юристов. Это будет стоить чуть дороже. Может быть, там, 500, может быть, тысячи долларов, в зависимости от того, с кем вы будете работать. Вот. Ну, собственно, все. Никакой сложности регистрации в компании не представляет. Зарегистрировать компанию в инвеке может любой человек. А все, что нужно при регистрации, это, по-моему, даже просто имена и фамилии, номера, паспорта, даже, по-моему, паспорта прикладывать не надо. Это не Россия. Вот. Но на этом легкость заканчивается. Потому что следующий шаг, который нужно будет сделать, это зарегистрировать счет компании для того, чтобы вести операции. И вот здесь возникает большая проблема. Потому что по текущим правилам американские банки для граждан неамериканских открывают счет только в присутствии личном в Америке. Вот. Есть исключения, к которым мы, к сожалению, как российские граждане, не относимся, потому что некоторые банки, правда, программы сотрудничества с регистраторами, например, есть компания Stripe, которая известна тем, что делает платежный сервис, принимающий деньги, преподавающий кремодельникам по карточкам. У них есть система, которая называется Atlas. Вот вы там, получается, в одном окне можете зарегистрировать компанию и автоматически получить счет в Silicon Valley Bank, который с ней партнерится. Так вот, Россия и Украина, прекрасные компании еще нескольких стран, типа Афганистана, Ирана, что-то у нас еще такое. Рядом с Индией. Ну, в общем, хорошие компании находятся в списке, которые, гражданам которых не открывают по этой программе регистрацию. Интересно, чтобы получить счет, надо приехать лично. Есть еще сложности, которые включают в себя то, что если у вас в компании, не то, что если, а когда у вас в компании есть люди, у которых больше 25% доля, то они должны присутствовать лично в отделении банка, куда вы придете. Вот. А еще один момент, который мне сказали знающие люди, что если в одном банке вам отказали, это не значит, что вам отказали во всем банке. Можно пройти в соседнее отделение и, например, пообщаться там с менеджером, если вы вам понравитесь, то вам откроют счет. Короче, смысл заключается в том, что эти счеты открывают здесь не на компанию, а на людей. Вот. И они будут проверять, что они могут справиться узнать и так далее. И только на основании этого конкретный менеджер в конкретном отделении банка будет принять решение, открывать вам счет или нет. Вот. Но в остальном, в общем, примерно условия по банкам все одинаковые. К сожалению, на сайте они написаны. В большинстве случаев по крупным банкам, которые смотрел информацию на сайте, на корпоративном разделе по тарифам, по стоимости тех или иных операций, нет. И все нужно узнавать, все нужно узнавать лично или по телефону. Они очень любят учиться по телефону. Вот. Ну, в общем, вот эти две вещи, которые вам нужно сделать, чтобы получить деньги от вашего инвестора или акселератора. В общем, делается все, как бы, особенно, когда вы здесь легко. Ну, есть свои препятствия. Вот, в частности, например, если вы приехали один сюда, а второй партнер у вас имеет больше 25%, нужно будет найти общий язык с менеджером, который может войти в положение. И, в общем, в принципе, их не очень сильно интересует что-то, ну, как. Если вы можете сказать, что сейчас у вас, допустим, вот у вас больше всех, а остальные там, ну, как-то по-другому, то он на этих условиях может открыть вам счет, а потом можно сказать, что, ну, типа, а вы там что-то поменяли, нам об этом уже сообщить тоже не обязательно. То есть счет вы откроете. Собственно, все. Пожалуй, так, уже 7 минут, как я все это очень, вроде коротко, но емко получилось. Вот, в следующий раз, завтра, скорее всего, послезавтра, расскажу про саму программу, что по сравнению с тем, что я уже видел в других сферах, так как бы в двух сферах сравню свои впечатления и озвучу ожидания. Вот, будут какие-то вопросы, пишите, вы знаете куда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok